Друзья, добрый день! Здравствуйте! Все, готовы? Мы сейчас начинаем. Смотрите, у меня сейчас будет сложная ситуация, потому что специально для вас я совершенно новый воркшоп подготовил, в смысле такой воркшоп, разговор такой, да? Я его еще ни разу не прогонял. У меня сейчас есть тайминг 25 минут, в который мне надо уложиться. Я понятия не имею, получится мне это сделать или нет, но, скорее всего, да. Поэтому там дальше у нас будут 5 минут на вопросы. Попробуем уложиться. Хорошо? Мы готовы? Здравствуйте, у меня зовут Рия Красинский. А последние лет я занимаюсь продуктами, лет 6-8, наверное. А последние 3 года я занимаюсь продукт-менеджерами. Я очень много работаю с продуктами, с собственниками. Там какие-то слова можно про меня прочитать. Мне интересно все, что у нас в кратном росте. Мне интересно все, как мы думаем, как мы принимаем решения. Как мы делаем этот бизнес, как мы делаем продукты. Вот, собственно, кратный рост, как у нас это получается делать, меня больше всего придет. Соответственно, я работаю с фондом Free, это самый крупный фонд России, Европы, другими фондами, там, акселераторами. Просто потому что там большая поляна команд. Самое клевое, что есть стартап, я вам каждый раз, каждый день лично говорю, в том, что стартапы очень быстро умрут. Это позволяет на большой эволюционной лаборатории смотреть, что срабатывает, что нет. Кроме этого, важно, я еще много работаю с банками типа Альфы, еще несколькими банками, которые нельзя называть почему-то, авиакомпаниями топ-1, e-commerce. Мне просто чуть медленнее, но они тоже медленнее умирают, скажем так. Почему так происходит? Потому что мир отменяется, и в 2017 году слишком много изменений происходит. И мы решаем обычно классическую неопределенную задачу. Сделай что, не зная что, как, непонятно как. На сегменте, который непонятно какой сегмент, а на аудитории не понятно, какая аудитория, но заработай деньги, выполнили API инвестора, а там как-то не умри и по выходным хоть немножко отдыхай. Это классическая неопределенная задача, которую решают в принципе все в индустрии. И я искренне верю, что основная наша беда, мы сильно не насмотрены. Мы совершаем сегодня те ошибки, которые наши друзья уже совершили вчера. Поэтому я немножко расскажу про разные кейсы, как это происходит, и почему мы совершаем ошибки, что нам мешает кратно расти. Самая частотная фраза, когда ко мне приходят разные команды, а вместе я обычно общаюсь с 30 командами, только если не считать Accelerator Free, еще какие-нибудь большие команды. Самая частотная история про гипотезы, идеи, новые продукты или старые продукты. Очень просто предсказывается. В подавляющий случай экономика не сходится. Ее нет экономики не сходится. Это достаточно убыточное направление, которое живет только на деньги инвестора. То есть если команда не умеет сделать миллион продаж пользователям, она делает одну продажу, но инвестору. Мы знаем этот прием. Соответственно, в этом смысле будущее предсказывается очень просто. И точность цифр часто не очень большая нужна, потому что в подавляющих случаев экономики это циничная сука, ей не нужны наши бизнесы и стартапы, и экономика не может сходиться. Я подробно про это рассказывать не буду, но если кратко, так как мы покупаем пользователь на аукционах, аукционы завышают стоимость привлечения, то куда же сейчас стоимость привлечения становится больше, чем доход с привлеченными пользами. На этом мы сейчас посмотрим. Кратко для всех введения юнит-экономики, какие-то слова напомню, если вдруг кто-то там теряется, 50 раз сейчас попробую их поговорить. Возьмем для примера просто музыкальный сервис и все под гребенку. И не залазя в их инсайдерскую информацию, чисто по публичным данным, посчитаем, что у них там происходит с экономикой по порядку величины, чтобы принимать управленческие решения. Алгоритм достаточно простой, ничего особо делать не надо, надо посчитать, что с этим будет происходить. Представляете, что вы играете за разных ребят, которые занимаются музыкальными сервисами, вам достался этот сервис, вам надо управлять. И первое, что мы хотим посчитать, это поток денег, который мы получаем с нашего платящего пользователя. Average Remy Per Pay and Use, это доход с платящего пользователя, он очень легко оценивается. В принципе, на воршоп мы учим команды считать чужую экономику без доступа к базу данных. Как узнать средний чек любого продукта? Самый простой способ. Зачем? Зачем? Зачем на сайт купить? Да, попробуй самого купить. А цифра 30%, ее надо знать и понимать. Дело в том, что музыкальные сервисы платят правообладателя. Вот эту цифру надо побухать. Надо, чтобы кто-то ее вам рассказал. Но в принципе тоже не секретная цифра. А последняя цифра — количество повторных покупок. Тут мы просто выдвигаем две гипотезы. Одна из них будет, ну, люди пришли, за один месяц купили и ушли, как чаще всего это бывает. Кому обидно один месяц, ставьте 1,1. И в математике не навредь, что у вас будет повторные покупки. И, ну, вам будет приятно. Ну, и выдавим гипотезу в три месяца, например, и посмотрим, что у нас происходит с экономикой. Половина всей работы по экономике мы только что сделали. Вторая половина — прикинем конверсию в покупку. Люди скачали приложение и купили. По порядку величины, в подавляющих случаях, кроме сервисов такси, заказа еды, конверсия в покупку — это несколько процентов. На самом деле, стрельба 0,2, 0,3, 0,5. На вебе, в мобильных приложениях можно использовать цифру. А сервисы такси, заказа еды отличаются, там бывает и 50%, по одной простой причине. Человек уже принял решение о покупке, когда скачал приложение. У меня другой вопрос. Что мы такого сделали, что 50% пользователей не смогли у нас заказать и купить? Это хороший вопрос. Но мы сделали три четверти работы. Теперь надо умножить эти две цифры, и мы получим доход на одну остановку, average revenue per user или average revenue per install. И стандартно, классическим, получается несколько рублей. Для подавляющего числа продуктов на рынке. Для грандиознейшего числа продуктов на рынке. А при этом стоимость привлечения у нас получается, ну, там стоимость install 30-40 рублей в среднем. Как вы видите, несложно быть нострадамусом и говорить, что ваша экономика не сойдет, потому что нам, правда, не сходится в случае с 10. Зачем мы это все считаем, если ответ чуть менее чем предсказуем? Дело в том, что это попытка решить задачу в лоб. Мы хотим понять, при каких условиях мы в принципе не можем получить результат, куда нам точно не надо идти, с чего мы точно не хотим делать. В лоб, это значит решать, конечно же, нельзя и не нужно. Экономика начинает сходиться вот примерно при таких цифрах. Значит, экономика начинает сходиться. Это значит, что мы, ну, более-менее поработав с маркетингом и делаем установку привлечения пользы в 20 рублей, можем заработать 21 рубль, то есть мы в ноль выйдем. А наша команда все еще должна сидеть на дошираке, либо там дотациях стратега, более крупной компании, либо инвестора. А многие цифры отсюда кажутся очень малореалистичными. Я их очень редко вижу в индустрии. Например, конверсия в первую покупку 5%. Это такой хороший кандидат в мастера спорта продукт. Молодец. Если он выходит из 3%, то он уже там, или даже мастер спорта. 7 месяцев лайфтайма удержания. Тоже очень редко мы видим такие цифры, потому что большая часть людей приходит, как фитнес-клуб чуть занимается и уходит. Хорошо. Но вот здесь наступает самая главная пора, которую я больше всего люблю. И сегодня мы будем главным заниматься. Я обожаю отстреливать розовых пони и блюющих радугов в голове продакт-менеджера. Продактам в этой ситуации часто приходят в голову гениальные верные решения, которые убьют себя так в колоком в грудь и говорят, я верю, это все сработает. Ну вот первый из них, давайте зарабатывать на рекламе. Поправим ретеншн. Причем вот эту фразу я слышал в куче вариаций и от SEO компаний, каких-то нормальных компаний. Ну нам надо просто поправить ретеншн. Да, и номер два. Про ретеншн очень много написано статей, как про серебряную пулю. Инвестор обожает спрашивать у вас ретеншн, команда тоже любит его мерить. И это правда, ретеншн очень важная метрика. Но с ней есть одна проблема. Ретеншн работает не совсем так, как мы думаем. Сейчас мы посмотрим, как он на самом деле обычно работает. И в реальности вот этот розовый поник, который в голове обещает, что все получится, обычно выглядит вот так вот. Да, да. Там в презентации он еще анимационно двигается. Мне вот это очень понравилось. Да, собственно, как работает ретеншн? Какие модельки для этого стоит использовать? Вот так вот он работает. Сейчас поясню, что это плюс-минус реальные цифры сервисов близких, что мы сейчас рассказываем, обсуждаем. Вышли в store, получили 100 тысяч скачиваний, потом там даже был фичеринг, где есть 50 тысяч скачиваний, потом было падение 20 тысяч скачиваний, где-то вышли на стабильную величину 80 тысяч скачиваний в месяц. По горизонтальной оси у нас отложен, собственно, ретеншн. Первого месяца 17%, на второй переходит, потом 6%, потом 3%, 2%, 2%, 2%, 1%. В общем, классический ретеншн в подавляющейся кейсах он бывает. На самом деле, обычно, даже бывает еще хуже. После первого месяца 4-8% пользователей. Часто, очень часто. Соответственно, что мы делаем? Смотрите, из первого когорта пришло 100 тысяч человек, на втором месяце он станет 17%. Мы это видим, да, он 100 тысяч умножаем на 17. На третьем месяце останется еще 6 тысяч, потому что там будет 6%. Теперь эту штуку можно просуммировать и посмотреть нашу меньше на аудиторию. И понять первый вывод, что ретеншн — это всего лишь мультипликатор к потоку новых пользователей. В данном случае 1,35. То есть берем поток новых пользователей, умножаем на 1,35 и предсказываем, что примерно через 6 месяцев мы выходим на это значение. Вот что такое ретеншн. Соответственно, формула, как считаете, полиномия, специально ее привел, пишется в ячейку, продляете, первое значение коэффициента — это ретеншн на первый месяц, второй вы подбираете просто опытным путем, глядя на ретеншн в вашей Google аналитике, Amplitude, Mixpanel, что вы используете. Достаточно точно попадает, плюс-минус этого формулы хватает, чтобы оценивать, что будет происходить в будущем. Возьмем один из самых потрясающих ретеншн, которые я видел. Очень редко я вижу значение выше, чем вот такое распределение ретеншн, очень редко. Соответственно, все равно вы получаете 500 тысяч, коэффициент 3,5 вы получаете, миллиона там все равно не будет. Второе — заболожение претеншн. Ретеншн не влияет напрямую на LTV, на повторные покупки. Он дает возможность того, чтобы человек вернется, но не значит, что он заплатит нам. Вообще говоря, надо считать ежедневность использования. Такие таблички строятся, это айтишники пользуются, это дни, вот это там, либо день, когда он пришел, либо здесь можно писать даже число дней сессий. Таблички у вас будут доступны. А еще полезно записывать деньги, которые он заплатил. У нас есть разные деньги распределения. Соответственно, сложная мысль, я сейчас попробую донести. Нам не важен ретеншн на второй, третий, четвертый месяц. Чаще всего нет. Если у нас постоянная модель, нам важно, чтобы человек пришел с пятой недели и нам заплатил. У него закончилась подписка на первый месяц, и надо, чтобы он вернулся с пятой недели. Если у нас транзакционная модель, мы разные транзакции получаем, нам важно, чтобы человек выходить на вторую, третью, четвертую неделю, если нам платил, исходя из его игрового цикла, исходя из его цикла потребления. И это совершенно другая задача. Она совершенно не похожа на лечение проблемы ретеншн. Несколько примеров на эту тему. В данном случае это интернет-магазин, трансляционная модель. Вы играете за игры, директор по маркетингу, и он видит такую картинку. Вот это был Новый год в празднике, а потом в полтора раза выручка у него падает. К нему приходит собственник, говорит, друг мой, Игорь, кажется, ты чудак на буквы М, хреново у тебя работает маркетинг. Могут начинаться трагедии, слезы, плачи, но если мы аккуратненько все посчитаем когорты, мы увидим, что когорты новых клиентов не упал. Это реальный цифр, реальный кейс, реальная ситуация, сколько новых не падает. То есть маркетинг у нас как работает по привлечению новых, так и работает. Падение идет в старой лейной базы. Тут уровень маты часто повышается, потому что это еще большая трагедия, от нас ходят лояльные клиенты. Ужас, ужас, ужас. Мы скоро потеряем всю нашу базу. Трагедия, трагедия, трагедия. И моя любимая фраза, которую я часто слышу, надо просто увеличить ретеншн, и они вернутся. Ни хрена. Значит, что мы смотрим? Та же самая табличка, это реальные покупки реальных людей в разные дни. И мы видим, что есть постоянные покупатели, которые привыкли к сервису, мы их называем Addicted Casual. По паттернам поведения этот сегмент пользователей предсказуем. В нашем плане продаж можем множить их число на количество покупок в месяц на средний чек и знать, сколько нам они бабла принесут. Проблема заключается в том, что в структуре потребления этот Addicted Casual занимает меньше 10%. А основная масса в этом сервисе на последние 10 дней была спонтанная и случайная покупатель. Просто их было так много, и в стране не было кризиса, что они приходили и покупали. 60-80% денег они давали. Ни о ком ретеншн там и речи быть не может. Потому что они спонтанно покупали детский товар. Ну так раз в полгода, раз в год в среднем. И основной вопрос возникает в другом. Почему из новых клиентов так мало у нас становится Addicted Casual пользователей? Почему так мало повторных клиентов становится? Это никакая нелояльная база. Просто нам везло все эти годы, пока нефть была хорошая, рубль был крепкий и все такое. А дальше мы в этот кейс не пойдем, его там можно изучать. Всегда смотрится, сам факт наличия вашего продукта уже сегментировал эту аудиторию. Надо смотреть, чем поведение этих пользователей отличается от тех, кто стал Addicted, тех, кто не стал Addicted. Здравый смысл показывает, что все сильно зависит от первой сессии, потому что в первой сессии у нас 100% пользователей, и от того, какие привычки вы у них развили, от того, на какие триггеры они начали быть падкими. В данном случае это детские товары, Addicted Casual пользователей стабильно покупают подгузники, пюрешки и так далее. Низкомаржинальные товары и продукты, каждый из которых дает очень мало маржи, но если они каждый регулярно это делают, то они еще покупают высокомаржинальные товары и продукты, типа там детских кроваток, игрушек и так далее. Корзина там очень большая. Людям просто очень тяжело накликивать каждую неделю 10 наименований. Продуктовые действия достаточно очевидны, банальны, делать им рассылки, готовые корзины, чтобы они покупали в один клик, ну и так далее, и тому подобное. Но путь к ответу всегда начинается не в слове retention. Retention — это следствие наших действий, следствие того, как мы построили геймплей нашего продукта, следствие того, как мы придумали, почему люди не могут к нам не вернуться. Еще один пример. Теперь выиграет за Сергея, руководит сервером доставки еды. Структурно он похож, ну это там не очень большая команда, но структурно он похож на лидеров рынка по метрикам, по показателям плюс-минус то же самое. Мы кратно росли, мы кратно росли в 4 раза. И дальше, сколько я не видел табличек инвесторов и аналитиков, они обычно делают следующую штуку. У них появляются 3 прогноза. Оптимистичный, реалистичный и пессимистичный, который все равно идет вверх. Но жизнь устроена чуть по-другому, и обычно бывает вот так. Падение. Почему? Дело в том, что означает этот кратный рост. Значит, были какие-то факторы роста, драйвер роста. В данном кейсе ребята сначала повысили себе маржу, и он начал заходить в дорогие города и брать не 5-10% заказа, а 20-30% заказа. Это была отдельная с ними проблема. Мы чаще всего работаем с мозгом людей. Почему? Совершаются часто глупости. Потому что наши представления о мире нам говорят, ну не может человек заплатить, сейчас только что была дискуссия, ну как так, ты в Витюби пришел, продал на 100 тысяч рублей, через неделю приходишь и миллион выставляешь себе денег. Ну как так? Так же не бывает. Жизнь немножко богаче, чем бывает и не бывает. Поэтому главное, почему у вас всех производят, не ссать. В лучшем слушаем вам скажут нет. Вот. А поэтому чаще игральщики говорили таким образом, значит были какие-то драйверы роста, маржа, конверсия. Конверсия и маржа увеличилась, у нас увеличился доход на новый пользователь, мы смогли залить рекламы больше. Поэтому мы так и росли. А вот что с этим сервисом будет. Неизбежно. Однозначно. Вот это когорты. На всякий случай их показывают, их можно выгрузить из вашей базы данных. Для этого не нужны сложные системы аналитики, вообще ничего не нужно. Просто берется такая табличка со всеми транзакциями и датой покупки. И одеждащиком пользователя. И мы видим, что в январе у нас было 2700 покупателей, из них в феврале вернулось 24 покупателя. Март 2040. Вот из этих ребят. То есть конверсия и вторую покупку у нас составляет всего лишь 11-12%. Конверсия и вторую покупку, как метрика, на порядок полезнее, чем чарн-рейт, на который чаще всего можно посмотреть, поплакать, потому что непонятно, что им делать. Он грустный, там, 90% у нас уходит. Что с ним делать, непонятно. А вот конверсия и вторую покупку, это очень экшен-глуметрика. Мы научились управлять поведением пользы в первый день и в первые 30 дней его жизни в нашем сервисе. Дальше у него в жизни проходит все, что угодно. Он уезжает в отпуск, у него рожает бабушка, дети там вырастают, что-то еще случается. Это уже тяжело управлять. Но в первые 30 дней мы более-менее умеем в поведении управлять. Что происходит в этом сервисе? Достаточно посмотреть на цифры. Смотрите. Мы выросли по новым полюсам с августа 2 800, 3, 4, 5, 600, 6 тысяч. Видите, да? Рост хороший. Плюс еще по старым выросли. Вот тоже здесь видно. 1300, 1600, 2, 2600. И вся команда приходит к инвестору и говорит, все будет круто. Видишь, как мы растем по экспоненте. Когда нас спрашивают, что будет в будущем, они рисуют красивую такую проекцию в будущем и показывают, как круто они дальше так будут расти. Но если внимательно посмотреть на их прошлое, у них уже был такой фейл. Посмотрите. Параллельно с притоком новых растет и отток. Смотрим. 2 600, 2 700, 2 700, 3 400, 5 тысяч. И у нас уже есть цифра декабря. Они привлекли 6 тысяч новых. У них практически 6 тысяч отток. Любая экономика устроена как бассейн. У нас есть приток новых пользователей. Умножаем их на средний чек, число повторных покупок, получаем поток денег от них. Старая база. Умножаем их на число повторных покупок. У нас средний чек, средний нашу маржу, получаем поток денег. И отток. В данном случае этот бассейн дырявый. Конверсторую покупку 10, 13, 14% означает, что большая часть потока у нас вытекает. И отток с задержкой на один месяц догоняет ребят. Более того, если вы посмотрите чуть раньше, вы увидите, что у них такое в прошлом уже было. Вот они росли. 2,200, 2,500, 2,900, 2,800. Чуть упали по привлечению новых. И отток их догнал. 2, 2,300, 2,800. Плюс 3 человека, у них все к базе прибавилось. Это достаточно дырявая экономика. Она живет на потоке новых пользователей. Сколько они наливают в трубу, столько какой-то мультипликатор. Они получают денег. Соответственно, кейс просто очень чистый. Обычно эти цифры все примакшированы. Там, ремаркетингом, ретаркетингом, емейл-рассылочками, которые только скрывают проблему. Посмотрите, как хорошо удерживаются люди, которые все-таки догадались, что можно в этом сервисе остаться. Посмотрите на C20, C30, C45. Там остается большая часть людей. Как думать, основная причина, почему люди не остаются в этом сервисе? Чем тупее, тем лучше, пожалуйста. Не, решает очень хорошо. Посмотрите, C30, C45. Можно громче чуть-чуть? Им забыли напомнить. Мы же кратно растем. Зачем нам все эти хлопоты? Поднимите руку, кто когда-либо ходил в фитнес-центр. Оставьте руку тех, кто до сих пор туда ходит. Представляете, люди забывают и забивают. Удивительно, но факт. Еще раз подтверждаю эту цифру. Лучше, чем считать retention, считается C2. В подавляющем числе кейсов продуктовые ошибки заключаются в том, что мы просто забываем, так сказать, пользователю купить. Гигантский сервис, особенно если возьмете большие сервисы, всем известных операторов, число людей, которые дошли до экрана с кнопкой купить, уничтожающее мало. Чаще люди даже просто не знают, что бабла можно заплатить. Соответственно, настоятельная документующая статья на конверсторую покупку, она гораздо полезнее показывает, насколько вы вообще получаете от людей деньги и можете с этим работать. Вот эта фраза, что пошло не так, я слышал настолько часто, настолько много, от разных ребят, от очень опытных предпринимателей, от молодых. У нас у всех есть планы. А все строят такие бизнес-модельки, там куча-куча колонок, и показано, как красиво в каждый месяц мы там будем расти, и потом через 20 лет отдадим инвестору деньги и будем кататься в Калифорнии на яхте. Многие строили. Мы статистически знаем, что будет не так. Статистически всегда бывает по-другому. И всегда важно понять, почему так происходит. Слово «не так» означает, что у нас были другие ожидания. Оно означает, что мы считаем, что мир устроен одним образом, а он, сука, оказывается устроен другим образом, что неудивительно. Статистически наши ошибки, но мы знаем, что здесь и гипотез в лучшем случае срабатывает одна. Означает, что мы просто не всем правильно знаем, как устроен мир. Как ведут себя наши пользователи, как они покупают в интернет-магазинах, как они пользуются сервисами такси, как они что-то ищут и так далее. Мы до сих пор, в 2016 году, потрясающе плохо знаем, что у них происходит в жизни. Мы очень мало смотрим веб-визор, очень мало смотрим логи их действия. Я надеюсь, что вы гораздо больше это делаете, чем в среднем по стране, но даже веб-визору обычно приходится учить, чаще всего. Особенно полезно веб-визор, чтобы смотрел дизайнер. Первая фраза в девяти случаев здесь, он говорит, что не может быть, чтобы все наши пользователи были такими дебилами. Я говорю, что дебилы, кажется, мы с тобой раз так спроектировали, что они не могут ничего сделать, у них не получается. Какие фразы являются фразами-маркерами? Я настоятельно рекомендую, когда вы их услышите в компании, помогать вашим коллегам, во-первых, самих таких не говорить, помогать вашим коллегам. Вот это я просто обожаю. Мы очень часто оцениваем гипотезы, там есть такой показатель веры в успех, у меня он давно не превышает 40-50-60%. Стабильно у ребят, которые начинают оценивать гипотезы, вера в успех 90%. Я сильно побитый жизнью продукт-менеджер, я давно уже не верю, что я очень хорошо угадываю и попадаю. Нет. Я верю в маленький дешевый эксперимент, который дает результат. Но почему такая штука происходит? Потому что мы все профессионально эгаллюцинируем, и мы все евангелисты своего дела. Нам важно, чтобы за нами шла команда, инвестор, рынок, поэтому мы очень любим профессионально эгаллюцинировать. Это надо просто по себе понимать. Еще моя любимая фраза. Конверсии 5, 10, 15, 20, первую покупку не бывает. Не должно быть, кричит мозг продукт-менеджера. А еще моя любимая. Я такого никогда не видел, но опыта показывает, что это не так. Это я просто обожаю. Дружище, твой опыт привел тебя в ту точку, и ты сегодня находишься. Если ты хочешь пересесть в другую точку, ну поменяй свой опыт, жизнь немножко другая. Давай меняться. Гигантское число людей спорит, пытается кричать, что нет, такого не бывает, хотя в зале есть люди, которые получали гораздо большие конверсии. Активации в первую сессию 60-70-80% не бывает. Активация в основном польшу, которые получили выгоду. Нет, бывает, это можно делать. Это не всегда просто делать, но это делается в индустрии. Без высокой активации не бывает высокой конверсии в первую покупку. Основная проблема в гигантском числе сервисов. Люди ни черта не понимают, что вы от них хотели получить в первую сессию. Важно в первую сессию, потому что в первую сессию 100% в пользу. Все остальное в разы меньше, на порядке меньше. Вот это моя любимая. Просто ненавижу. Что значит эта цифра? Она означает рост 26% или там 7% в неделю. Это следствие того, что все сделали правильно. Это неуправляемая величина. Что происходит с командой, которая говорит, что 26% будем расти? Проходит первую неделю, они вырастают на 23%. Чуть-чуть не вырастают. Они уже с собой недовольны. Инвесторами недоволен. Но они говорят, что мы не справимся. Но это означает, что в следующей неделе нужно вырастить не на 26%, а на 30%. И они опять немножко не выполняют планы. Вырастают на 24%, еще минус 6%. Это значит, что в следующей неделе надо вырасти на 35%, 40%, 46%. Команда была очень упорота, просто прям очень упорота. И они нам пытались в течение месяца доказать, что они с этим справятся. Это как проценты в банке. Когда значение дошло до 50% с лишним процентов роста в неделю, они сдались и немножко решили успокоиться. Самое, что прошиво, неверное целеполагание приводит к неверным управленческим решениям, которые только усугубляют еще проблему. Соответственно, отзнаясь главных причин, а я работаю все-таки с мозгом людей, с продуктами, с их нейронной сеткой, как они воспринимают мир, заключается в том, что мы сами себе придумываем неверные установки про эту жизнь и реальность, которые нам прям сильно мешают расти. Хуже того, после этих тестов всегда все идет не так. Это главная причина, на мой личный взгляд, исходя из моего опыта, тысячи примерно бизнесов, дальше я перестал, сейчас, когда я взаимодействовал, работал, смотрел. Все в этой индустрии идет не так, потому что мы сами имеем другие ожидания. Нереалистичные. Наши хотелки, то, что мы хотим. Мы слишком мало исследуем этот мир и слишком много от него хотим и требуем. Как это работает на практике? Это распределение бизнесов по деньгам, например. А вот это аутлайры. И в школе нас учили на них закрывать глаза. Я знаю многих людей в зале, вы аутлайры здесь сидите, по-хорошему вас надо, как на школе и институте учили, вычеркнуть из этой выборки, да? Так не бывает, так не может быть. Вот норма. Но, насколько я знаю, вы не хотите делать нормальный стратегистический российский бизнес. Низкомаржинальный, убыточный, который скоро закроется в этой стране кризис. Насколько я знаю, мы все хотим гордиться тем, что мы делаем, как раз делать продукты, которые аутлайры. Ранее заключается в том, что аутлайры имеют эффективность конверсии метоков в 5-10 раз больше. И всегда подходят ребята на конференции и спрашивают, ну блин, а как же так поднимать цены? А вдруг скажут нет. Ну, конечно, могут сказать, но лучше не стать. Единственная фраза, которая мне кажется приемлемой в любой такой ситуации, неопределенной ситуации, звучит следующим образом. Я пока не придумал, как это сделать. Собственно, ответ на вопрос, как решать неопределенные задачи, это ответ на вопрос следующий. Когда мы считаем экономику, мы определяем, какие варианты точно для никого ответа. Куда точно не надо идти. Где жизни нет. Где мы точно умрем. Все остальное, как бы невероятно ни звучало, можно и нужно делать, потому что рядом с вами сидят люди, которые вчера это сделали и получили метки в 10 раз лучше. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо, как всегда, живо. Вопрос такой по поводу ожиданий формируемых. На мой взгляд, они идут от так называемого бизнес-порно. Это, то есть, ну в смысле, это то, что все рассказывают, вот смотрите, я сделал бизнес, ну кто-то рассказывает о том, что я сделал бизнес, он принес мне вот это. Все такие, вау, я тоже так хочу так. И еще кто-то, ну то есть огромное количество в интернете, истории успеха о том, какой я молодец, смотрите. И все в результате начинают выстраивать свои ожидания на основе вот этих вот именно сессий. Если я правильно понимаю вопрос, что с этим делать, да? Да, да. Да, смотрите. С одной стороны да, с другой стороны, как раз такие истории меня больше всего мотивируют. В половине случаев, это на самом деле вранье, неправда, очень часто на конференции поступают люди. Я сейчас имею доступ к 5000 счетчику Google Аналитики, я поэтому сейчас знаю их цифры. Например, они говорят, там конверсию на 7% в покупку, да? Ты спрашиваешь, а как вы ее считали? Они говорят, от регистрации. Конверсию на регистрацию 8%, получается 8 на 7, 0,56%. Это прям важный момент, поэтому все надо пересчитывать, что они имели в виду, потому что, конечно же, на публике все хотят выглядеть клево и интересно. Мне всегда потрясающе интересно, что у них там произошло, как они этого добились. Мне всегда потрясающе интересно, как Ламот добивает своих цифр. Мне всегда потрясающе интересно, как совсем небольшие команды, которые еще вчера были совсем, ну, маленькими, мы их не замечали на своих радарах, вдруг вырастают. Такие команды есть, а здесь в этом зале, там тоже самое с Кэнк, например, возьмите. И так далее. У них можно учиться, у них нужно учиться. Лучше всего в индустрии работают ребята из двух вещей. Это игрушки, где отвратительные экономики, надо выживать, где смертность просто зашкаливает. И все низкомаржинальные сервисы, типа, например, One to Trip, они обыгрывают Аэрофлот по эффективности на порядке. Потому что одни большие считают свою экономику самолетами, и они все окей с этим. Ну, в смысле, у них много денег. А вторые маленькие еле выживают. Продукты, которые прошли школу выживания, работали без бюджета на маркетинг, с минимальной маржинальностью и так далее, обычно показывают outlier цифры в индустрии, потому что придумал хаки прямо как выживать. Смотреть, у них учиться, копировать, по-моему, потрясающе интересно. Спасибо. Еще вопросы? Илья, привет. Еще раз. Слушай, вопрос такой. У тебя все цифры сводились тогда, когда, собственно, кастомеры делают покупки. Ну, и ты говоришь, что не стоит обращать на ретеншн и чарнрейт и смотреть, собственно, на конверцию покупки на вторую неделю, то есть подписочная модель. Вопрос, собственно, в следующем. А как мерить сервисы, где кастомеры не покупают, то есть B2B2C? То есть там продолжать смотреть? Например, рекламная модель, ты имеешь в виду? Ну, рекламная модель. Например, рекламная модель. Да, смотри, я не говорю, что ретеншн – бесполезная метка. Конечно же, не так. Это правда очень важная метка, здесь надо работать. Просто надо понимать, как она считается, как она устроена внутри движков разных тем машин. На практике чаще всего считается вот сначала daily usage. Это такая метка, которая раньше была популярна лет 10 назад. Сейчас почему-то про нее все забыли, забили, очень мало про нее говорят, к сожалению. А ретеншн считается из нее. Суммируется количество единичек за промежуток времени, делится на общее количество пользователей и считается оттуда. Она более показательна часто. Ее проще получить из вашей серверной аналитики почти всегда. Да, вот такая табличка, но простейшим скриптом выгружается. Соответственно, чем она хороша? Ретеншн очень грубо показывает, сколько у нас людей вернулось на вторую неделю, третью, четвертую, пятую, шестую. Ретеншн не показывает частотность использования сервера. Со словом совсем. Он просто берет всех людей, которые зашли, к тем, начало когорта. Нам же важно управлять частотностью употребления нашего сервера. Рекламная модель зависит от чистоты дней, когда человек заходит в приложение, количество сессий в день. Здесь вместо единички можно писать число сессий в день просто. И от вашего вентаря, сколько вы ему за одну сессию успеваете показать рекламу, чтобы он совершил кликов или 10 каких-то совершил. Механика та же самая. Вам важно, чтобы у вас аддикт, это casual пользователи. Во-первых, их было как можно больше. И надо понять, почему так мало, там, много людей с ними становится. Что их отделяет от всех остальных, которые не смогли стать аддикт. А второе, надо понять, ну, как увеличить сессию в день. Давайте последний вопрос. Меня можно найти в кулуарах, у нас время вышло, и не будем ограничить следующий доклад. Продолжение следует...